всем привет вы на канале свинки шоу сегодня поближе покажу вам малыша рассмотрим его со всех сторон и дадим ему имя возможно а перед началом этого видео хочу порекомендовать вам интересный и забавный канал о двух морских свинках чижики и пыжики и о милой шиншиллке шуши свинки живут весело ссорятся мирятся сочиняют смешные стишки рассказывают вредные советы и даже играют в прятки шиншиллка тоже большая непоседа и проказница наблюдать за ней большое удовольствие так что советую заглянуть на этот канал ссылка будет в описании а мы начинаем наше видео малыш провел в моем доме уже больше суток потихонечку осваивается живет на карантине как вы знаете это обязательная процедура если вы покупаете свинку у вас уже имеется свинка или несколько свинок новичок должен немножко посидеть на карантине освоится а потом нужно будет проводить знакомство по всем правилам на нашем канале уже было видео о знакомстве можете освежить в памяти посмотреть как валик знакомился с ребятами и знакомство малыша с моими свинками также я буду конечно же снимать вы тоже ничего не пропустите если подпишитесь на наш канал нажмете колокольчик и будете следить за обновлениями на нашем канале пока малыш еще до сих пор без имени у меня есть несколько вариантов сегодня поставлю их на голосование мы с вами уже будем определяться вы писали множество вариантов имен спасибо вам огромное я перечитала были очень крутые варианты но к сожалению не все они подходят не потому что они плохие потому что ассоциируются уже с какими-то животными например очень многие просили назвать свинку персик но персик уже известное имя например на канале хомки есть персик поэтому я не хотела бы повторяться также с некоторыми нами есть определенные ассоциации и это все сужало выбор поэтому у меня возникли свои домыслы на этот счет вы еще мне помогли я хочу определиться уже на двух именах остановиться и вы мне поможете выбрать одно из двух мне кажется что новенький поросенок очень похож на домовенка кузю из старенького мультика который уже возможно никто и не помнит но одно из имен которые мне нравятся это кузя полное имя кузьма и возможно вот этот поросенок будет кузей а второе имя которое мне очень симпатизирует и я бы хотела так назвать свинку это лёлик потому что не знаю почему будет толик и лёлик вот прикольно как-то поэтому пишите в комментариях какое имя вам нравится больше из этих двух кузя или лёлик и мы посмотрим кого больше я за это время уже буду определяться малыша пытаюсь вычесывать расчесывать он у нас альпака то есть пушистый такой малыш заводчица мне сказала что мне нужно будет состричь детский пушок то есть сейчас малыш у нас пушистый со временем у него будут отрастать уже такая взрослая шерсть будет расти будут формироваться локоны кудряшки будем следить за этим все вместе и предстоит как я уже сказала стрижка думаю этот процесс тоже буду снимать на видео пока малыш боится и привыкает ко мне вы часто спрашиваете в комментариях как же приручить морскую свинку я постигаю это искусство вместе с вами можно так сказать разговариваю с ним пытаюсь как-то контактировать с ним дала ему конечно же время немножко освоиться в домике постелила ему мешочек положила поставила мостик укрытие где малыш может спрятаться большую часть времени он проводит наедине но периодически я подхожу к нему разговариваю с ним наблюдаю за ним достаю его держу на руках чтобы он и ко мне привыкал в общем ищем такую золотую середину очень популярный вопрос что делать если вы привезли свинку к себе домой обустроили клетку она не пьет воду сейчас вот с малышом такая ситуация я за эти сутки ни разу не видела чтобы он самостоятельно подходил к поилке поэтому я все-таки подкармливаю его сочными овощами если у вас такая же ситуация свинка не пьет первые дни она возможно боится еще выходить не освоила территорию то ничего страшного свинка себя не оставит в беде скажем так если висит поилка она до нее рано или поздно доберется если же она все еще продолжает бояться то подкармливаете сочкой вот свиночка наша кушает морковку и влагу в воду она будет получать из сочных овощей по крайней мере первое время так вот у нас происходит с малышом валик пил воду сразу толик насколько я помню тоже вот малыш у нас пока не пьет но выглядит он вполне себе хорошо в основном ведет такой активный образ жизни выходит из мешочка много ходит в туалет я пока не убираю его продукты жизнедеятельности чтобы он тоже не боялся чтобы осваивал территорию чтобы запахи его тут везде были и подкармливаю его сочкой но опять-таки боюсь перекормить аккуратно ввожу новые овощи так как он маленький я сразу ему не накладываю кучу овощей как делают со взрослыми свинками с арнитоликом и валиком которые едят большое разнообразие овощей малыш пока кушает морковку вчера ел кабачок то есть вот такие вот овощи есть в небольшом количестве но для его веса это достаточно большая порция так как малыш весит 350 грамм вот так вот будем определяться с вами уже с именем и могу вам сказать что мне очень нравится он у него мне кажется любознательный характер он бегает по дивану в те моменты когда его выпускала погулять по дивану он не цепенеет как бывает со многими морскими свинками которые останавливаются на одном месте не хотят двигаться малыш наоборот начинает бежать куда-то этим он мне нравится он такой активный весь и надеюсь что он подружится столиком знакомства буду снимать на видео я еще думаю как мне их правильно знакомить познакомить малыша только столиком или нужно их сразу всех вместе знакомить обдумываю еще этот процесс есть время как вы знаете нужно выждать карантин во первых для того чтобы свинка освоилась не боялась и для нее не было большим стрессом знакомства сразу со свинками а еще для того чтобы возможные болезни какие-то высмотреть если такие будут иметься свинку я покупала в проверенном месте в здоровье малыша я не сомневаюсь но все равно такие меры нужно соблюдать потому как это только пользу принесет для вашего питомца малыш пока еще не грустит в одиночестве он кстати еще не подавал голос он особо не пищал не знаю радоваться этому или нет ведет себя тихонечко ел корм я ему уже насыпала корм который едят мои свинки но обнаружила на пачке что этот корм можно давать с полугода малышу конечно же полугода еще нету поэтому выйду в магазин куплю подходящий корм для нашего крохи мне интересно получить этот новый опыт в содержании свинки с длинной шерстью так как малыш будет действительно кудряш у него будут длинные волосы расти таких свинок лучше содержать на ковриках как я держу своих морских свинок потому как если держать в опилках он скорее всего весь будет в колтунах опилки будут застревать в шерсти это как вариант то есть мне так кажется поэтому содержание на коврике я отменять не буду как у меня свинки были на коврике так и будут содержаться и периодически буду расчесывать малыша мне в комментариях написали что не нужно расчесывать ведь тогда локоны теряют свой внешний вид но мне кажется если не расчесывать малыш весь будет с дредами ходить и это все будет выглядеть не очень опрятно не аккуратно поэтому я его причесываю к причесыванию буду приучать постепенно начинаю прям с первого дня чтобы он не боялся процедура была для него привычной на самом деле у меня возникли некоторые трудности с тем как же его гладить ведь у него шерсть растет в хаотичном порядке если присмотреться то порядок этот не такой уже и хаотичный от попа у него шерсть растет в обратную сторону и буду приучаться гладить его и вообще взаимодействовать с ним малыш очень полюбил мостик проводит много времени под мостиком также обожает мешок кстати на канале есть видео о том как пошить этот мешок и я думаю что для такой шерстяной свинки в будущем он не понадобится потому как мешок я вообще изготавливала вместе жанна из канала три морские свинки для нашего скинни валика но пока малыш находится в клетке сам чтобы ему было уютно комфортно я положила этот мешок ему такая свинка с длинной шерстью не нуждается в дополнительном утеплении помещения даже ли жилья своего но пока малыш маленький и влазит в этот мешок пусть побалуются мне кажется что когда он обрастет шерстью у него будут длинные волосы ему этот мешок уже точно не понадобится такими были первые часы и дни пребывания малыша в новом доме выбирайте имя для него кузя или лёлик подписывайтесь на наш инстаграм туда буду выкладывать активно фотки с новеньким и с нашими старенькими свинками еще конечно же не стареньким ну просто по сравнению с новеньким уже старенькие и мы с вами увидимся совсем скоро также не забывайте о том что у нас есть паблик вконтакте жду вас там и мы увидимся с вами в наших новых роликах кстати кто может написать какого цвета у малыша глаза мне почему-то показалось что они с таким синим отливом может вы напишите свой вариант всем отличного настроения всем пока ребята и и Продолжение следует...